Всем приветики, 12 марта. Оба-на! Коля играет с Лизкой в шарик. Неси, я хотела показать, но. Неси сюда. На еще раз кинь. Понимал? Так, подожди, я отойду. Я уже в куртке. Вот это сальто-бартальто. Что у тебя, мяу? Бери, шарик, неси, Коля. Так, ладно, бежать надо. Бери, неси. Вон он шарик. Бери. Улеглась. Улеглась. Не хочет, Коля. Она когда хочет, она таскает. Когда не хочет, она... Ну все, лежи. Все, я на работу. Погнала. Моя отработала. Моя едет домой. Сейчас приедет Коля с другом, с Василием Дмитриевичем. Он называет его дитя войны. Ему, по-моему, 79 лет. Так вот, он хочет купить жене хлебопечку. Хочет посмотреть, как эта хлебопечка работает. Как в нее от чего закладывать. Чтобы я помогла ему ее выбрать, заказать. И он жене хочет ее подарить. Поэтому сейчас будем проводить не ликбез, как... Ну, короче, презентацию. Презентацию хлебопечки. Близко тут. И сейчас встретит вас. Сейчас встретит. Иди там тоже есть. Котом пахнет. Привет, подруга. Ну что, у вас такая больше и меньше? У нас длинче, тот тоньше. Длинче, тоньше? Загуляла, горь-то какой. Загуляла, да? У нас идти надо. Второй день. Что творит? Я представляю. У нас утворила. Ну, она быстро у нас отгуляла. Лиса, там тоже кошка есть. Длинче, тоньше. Это что такое вкусное? Соленья какие-то, да? Чего? Соленья какие-то? Это лечо? А, лечо. А это кабачки в самом деле. Я поняла. И как кабачкова? Так, присаживайте. Сейчас будем учиться. Да, потом будем смотреть. Вы сейчас захотите заказать? Да. Да? Да, заказать и пускай. Пускай жена пекет хлеб. Печет, у нее рука варит. Она не месить, ни хрена не может. Ясно. Даже пельмени раньше делала, я любил домашние. А сейчас покупаем. Ну, там можно и тесто, и пельменное делать. Она месит. Просто она засыпет туда все. Она ей сама все замесит. Ну, там написано будет. Да. И в деревне ничего плохо. В субботу, в воскресенье пензу хлеб привезут. В воскресенье уже хлеба нет. Да, разбираем. Вот, и такую штуку мне надо заказать. А, вот такую, как тура, да? Да, да, да. Понял. Вот я удочку заказал. Она, по-моему, рублей 500, да? Я не знаю. 500 рублей на 100. Ну, короче, закажу я. Очень. Так, смотрите, не тарахти, не мешай нам. Не мешай нам. Короче, такой хлебопечка, но они все разные. К ней идет книжка. К хлебопечке. И здесь вот рецепты, сколько чего укладывать. А, еще весы надо, да? Весы у меня, да. Ну, вот любые. Но они продают, не стоят уже копейки. У меня такие, да. У меня есть электронные. У меня одна батарея. И сколько они? Ну, грамм 200-300. Ой, грамм 300-400. Не, я имею в виду вес на какой. Ну, для хлеба хватит вам. Я не знаю. Ах, это у нас такой штон. Мне не страшно, ничего. Ничего страшного. Это вот тут, ну, ножка вот эта. Да, да, да. Ну, смотрите, два, три, наверное, килограмм до трех. О, да, до трех килограмм они вот. Ну, если мне взвешиться, то не пойдет. Не, не, не. Двое на две ноги с декором. А тут что, весы написано? Вес, не мешай нам. А весы здесь купить? Да, весы где угодно. Если надо, закажу вам весы в интернете. Я делаю на 500 грамм. Можно делать на 700 грамм хлеб. Здесь написано, сколько воды, сколько масла, сколько чего. Кроме хлеба можно делать белый, сладкий хлеб. Семьно-зерновой, французский. То есть, что она захочет? Ржаной хлеб. Ну, тут надо другие, там, указывать. Дорогие сырые или сухие? Сухие. Ясно. А дрожжей сколько написано? Ну, все написано. Все ясно, да. Ну, в общем, будем читать, будем разбираться. Есть доживое, тесто для пиццы я делала. Нет, самое главное, там она сама замешивает. Да. Можно обычно дрожжевое, тесто для пиццы. Можно, если она хочет, бете, сделать. Ну, как его. Ну, ясно, понял. Пельмени туда насыпало, все, что надо купить. Муку. Да, сюда сыпать все по рецепту. Там стоит вот такая фигня внутри. Закрываешь и все. Все лазишь туда. Уйди. Там стоит вот этот вот вентиль. Мешалка. Вот она, она продается все вместе. Вот она. А, понял. Это все вытаскивается. Можно мыть, можно разбирать. Ага, потом замешала. Потом, значит, вот так вот крутанули, поставили. Ну, там может, ваша будет немножко подруга. Ну, ясно, да. Это мы разберемся. Потом я как будто бы все туда сложила. Закрыла крышку. Закрыла крышку. Вот. Здесь написано меню. Вот. Светлая, средняя, темная. А что тут? Это корочка должна быть. Ага. Посмотрим. Я вас покажу, когда придет. Может, потом... Я, допустим, выбираю. Мне нужна темная. А, вот цвет. Цветом выбираю. Вот цвет. Средний. Вот он бегает носик вверху. Ага, вижу. Вот. Ну, допустим, сделаем темную. Вес. Вес. Я выбираю вес. Вот он вес. Или 500, или 750. Вот вес. Бегает тоже с твердостью. А тут сколько муки насыпал, же? Да. Сколько засыпал, здесь выбираю. Все, ничего больше не надо. Налила воды сырой. Сырая вода с-под крана. Все, сюда засыпала. Набираю старт-стоп. Но она пустая у нас. Смотрите, что она сейчас будет делать. Я нажму. Сейчас, вон она, что будет делать. Мешает. Ага, я... Ну, помешала. Она помешала. И вот она... Потом сама становится. Сама становится. Потом постоит, погреется. Потом опять помешает. И так она вот 3 часа 45 минут. И хлеб так с этой штукой... Да, потом, короче, когда уже, ну, все. Испеклась. Вот. Испеклась. Она запищит. Ти-и-и-и. Можно будет иногда вот так вот. Ну, не желательно, конечно, подглядывать. Ну, вы увидите. Она уже тут вот будет. Вот, короба. Вот. Вы достаете... Она готова запищала. Да. Вы достаете вот так вот. Тих-тих-тих-тих-тих. Она вылетит вместе с собой. Я так потрусили. И там будет... А, тут не надо мазать. Я не мажу. Она сама вываливается. Там будет крючок у вас. У меня нету. Я вилкой... Я уже потеряла его. С хлеба вытащите вот эту штуку. Чтоб не сесть. Так. Все. И очень вкусно. Очень хорошо. Очень да. И всегда лучше. Пять минут. Засыпал туда, нажал кнопку и ушел. И забыл. И забыл. И забыл, пришел, достал. А, когда запикала, она уже сама. Да. Ну, все равно тут на табло будет время, сколько осталось до конца. Можно подходить, смотреть. Она сначала стоит 3 часа 45 минут. Потом 3 часа, 2 часа, час, минут. Можно поглядывать. Так. Найди в интернете. Сейчас будем смотреть. Ну, то нам его нет с хлебом. Да. Классно. Во-первых, это же свой хлеб. Это же не то, что там... Нет, там проблемы нафиг с этим хлебом. Тем более, еще и проблема. Это ты вкусный сам же. Это мой корочка. Там многие и сами пьут хлеб. Так, мы Дмитриевичем кофе попьем. Сейчас я его дремлю. Ну, ты пока налил это. Сейчас он закипит. Я чуть подолью. Посмотрим. Там их, наверное, много. Я не смотрела. Есть за 5 400. Дорогие не будем смотреть. За 10 она не нужна. За 8, правильно? Ну. Вот есть 4 800 хлебопечка. 600 ватт. Поддержание тепла. И тесто вот можно мне делать. Вот такое. Ну, такое, чтобы тесто делать, да. Да. Есть вот такая. Ну, тут разные плафтоформы. Я не знаю мощность для чего. Вот здесь 450 кВт. Здесь 550. А на чем? Ну, это помощнее. 500-600. Ну, вот. 550. Я всегда считаю отзывы. Те, кто брал люди. Хорошая хлебопечка. Вот хлеб крепит. Нет. Недостатков нет. Достоинства. Недорого. Первых плитах. Комментарии. Пеку на живых дрожжах. Откуда он живые добавляет? Отличный. От живые это были сыры? Ну, которые вот самолон выбирают. Сыры. Да. А ты откуда начали? Что вы самолон делали? Я же была у вас когда-то давно. Помните, мы гуляли? Акимыч. Ты видела самого, но дружить не видела. На что я делала? А, не видела. А на чем вы делаете? Секретский. На живых дрожжах, да. Так. Я просто знаю, что Коля что-то спрашивал про живые. Вот на живых. Вот давай тут за пять. Которые ты делала. Ну, вот эту вот. Смотрите, у нее хорошие отзывы. Вот это вот. Вот это. А, вот туда еще что-то засыпать можно. Не знаю, что у меня такого нет. Я жарю сейчас более современные. А, это, наверное, сюда знаете, что? Когда добавлять изюм, всякую чепухню. Ну, мало ли. Так, что здесь про нее пишут? Сейчас мы прочитаем. Перейти к описанию. Хлебопечь. Так, выполнены по последнему слову техники. 19 программ позволяют замешивать тесто жидкой и крутой консистенции. Готовят различные виды выпечки. Йогурты, каши, варенья, джемы и даже рисовое вино. Имеет электронное управление. Ну, вот эти кнопочки. Установка происходит с помощью удобного дисплея. Ну, вот как у меня. Оснащена автоматическим контейнером для добавления ингредиентов. А, вот этот контейнер, вот если вы что-то в полоте сжили, в определенное время оно туда бахнется, если надо. Ну, это все в книжке написано. Для чего-то. Для пасхи, например. Так. Дополнительное преимущество модели является ее функциональностью. Оснащена функция подогрева хлеба в течение 60 минут после приготовления. То есть, вы приготовили, он еще горячий у вас сейчас может стоять, не раскисать. Так. Стоит отметить также современный дизайн, безопасность и высокую эргономику. Печь оснащена блокировкой случайного включения. Имеет ручку для переноски. Большое смотровое окно и прорезиненные ножки. Это современная технология в вашем доме. Ну, вот и сколько всего можно делать. Хлеб с добавками, бородин, дрожжевое тесто, если надо. Любое. Просто тесто, обычное тесто. Дрожжевое тесто и обычное тесто. Гарантия 2 года. Вес 3,700, мощность 600 ватт. Пол 600 нормальный, да. Цвет коричнево-серебристый. Ну, что? Вот ее давай. Ну, заказывай. Вроде ничего. Потому что она на нее скидка сейчас. Так она стоила сколько? 10 тысяч я видела. А, ну, 10 что? Сейчас на нее скидка. Значит, что? Ну, потом придет, вы ее проверите сразу, чтобы там, по-моему, возврат есть мало ли чего. А куда она проходит? На Озон, вот сюда, в детской поликлинике. Ну, ты получишь, на себя заказывай. Доставка на себя, конечно. 19 марта, через неделю. Во! Все. Так, и теперь этот баллончик, да? А, баллончик и весы можно. Потом, когда проведешь... Уже есть сдача. Тогда вдруг там цена поменяется? Не поменяется, уже не поменяется. Ну, так... Дмитрий, сам сыпь сколько за фар. Вот, сыпь. Да, да, да. Так, держите сразу кошелек, кладите. Все, мы сами рассчитываем. Все. Вот это рассчитано на ложку. Все, ясно, понял. Ложку больше не надо. Не надо или еще? Не, не надо. Мне, Игорь сказал, нельзя сладкое вещь. Похудает. А вот можно с вареньем. Торфик, там, коже с вареньем. У нас есть только сырое мясо. Ну, вы приучили вот, как маленького, да? Ну, и что, это, когда нету, холодит, холодит. Как вот, говоришь, даже, как не мясо. Она уже смотрит, понимает слово мясо. Да, все, и бежит. И какие ты даешь ей? Я даю жидкий корм, да, в пачечках жидкие. Ну, вот и в пачках. Там курица бывает, там всякая. Ну, разные, да. Это ничего, только сырое. Это, короче, сыроед. Сука сырое. И главное, не даешь мясо, не хочет. Ходит, ходит, аж потом часа через два. У меня все нету мяса. У нас все надо. Хищник, скажем, хищник она. Сейчас начну кусать. Я ее держу крем. Она кремет на руки, вот так не идет. Так она тоже, я ее держу. Она не будет сидеть. И вот сразу, все. Ну, вот она, да. Да, так, вся выйдет, вот. Раскорячилась. И кусать, и кусать сразу. Ну, что за ведьма, что за ведьма? Ну, я тебе там. Тут такие барабаны. У меня все рука, шрамы. Ну. Здесь. А спит у вас где? Спит где у вас она? Спит или накладили на машине у меня в головах. Или в Гали в ногах. Мне вот сюда лезет. А накрывать ко мне не идет. Она вот Коля идет, а со мной не хочет. А у меня наоборот. Гали идет, а со мной не хочет. Ну, если спит, значит, накладили на доске в головах. Вы ведьмы две, оказывается. Вы две ведьмы, две. Я забыла, как вас зовут? Соня. Соня. Лиса и Соня, две ведьмы. Деревенские девки. Бабы деревенские. А? Такие вот выросли. Бандиты. Им на деревенскую улицу надо. Одна кносянет и смотрит, два кносянет. Я уже не сказал, конец воробьям. Она все... Дмитриевич, вот так шарик я бросаю. Вот так. Метра полтора прыгает и волей. Летит, как... На ходу лови. На ходу. Да. Ну, вы все будете брать с собой в отпуск? Конечно. Это будет ехать по всей машине ходить. Главное, чтобы не сбежала. Я буду с Лейкой... А мы сюда везли. А, я ее расшариваю. Постановились в пушном. Вышла и не поймать ни хрена. Замучился я бегать. И тут... Жек Канавев прижал же и все. Тут едва, что он мне прижал. Сейчас я зажал. А я буду прожать и все. Я бы нужна пошла на нафиг. Пошел в машину. Дверь была отведена. Нахерок залезла сама. Понял, что... Я бы на нее вставлю, не буду я плакать нафиг. Не захотел оставаться. Мужик стоял даже тут. Помогал мне ловить нафиг. Такая она свобода. Она засиделась в машине. Свободу почувствовала. Давай это... Ну, как и это. Она с улицы не зайдет. Первые дни будет. Она будет носиться, конечно. А в деревне была. Выпускаем. Там у меня идет такая пристройка, да? И она залазит в эти пристройки. По дровам наверх и на чердак нафиг. Мы искали, искали. Не пропало, не мяукает ни хрена. Это еще котенок? Маленький. Это совсем малюсик. Ну, такого, как мы привезли. Мы вот такую взяли. Взяли, принесли нам нафиг. Подкинули. И пропала кошка. Херак. А что же потом раз, такого у себя дружат. И пошла домой. Она, наверное, проголодалась. А может быть, да. А так зовешь, ни в какую. И у нас морда меньше какая-то. Маленькая. Личико маленькое. И на. Тонкая, но длинная. Слушайте, так это тоже была тонкая. А как стерилизовали, она поправилась. Поправилась. Ну, да. После стерилизации. А так она была худая, да. И казалось, что длинная. Это после стерилизации она такая. Вот так вот. Вот так она и лежит. Может, на спину лечь, развалиться. Бордожная кошка. Любимая кошка. Да. 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 Скоро в деревню поедем. Конец мышам отбегают. Да. Да. Мыши они даже запах чувствуют. А если даже... Ловит она резко. Если шарик такой. Дмитриич, вот, выше. Вот так. Я с дивана веду. Шарик кинул. И она в дверях сидит. И вот так с места. Такую высоту и ловит шарик на ходу. Да. И несет мне, чтоб еще кидал. Опять кидал. Опять кидал. В зубах шарик носит. Как собаку приносит. Да кровать прямо ему кладет. Ну, приучил, да. Да. Прямо вот зубах идет, как собака принесет, кидай шарик. Не, я так не учил. А у Коля научила. Она же стоит, у Штары стоит. Вот не смотришь нифига, только посмотрел. А, я шарик беру. Ну, раз уж наверх запах. Дмитрий, шарик в руках держу. Она сидит и мяучит. Орет. Что-то бросал, да. Брошу, брошу. Ей, когда она дай шарик сюда, улетел куда. Я говорю, Лизка, неси шарик. Она мяукнула. А вы ногти не стережете ей, да? Я не знаю, завтра, наверное. Потому что я стерегу, у нас тоже по сторонам лазило, обрывалось. А как ногти обрезать? Ну, так вот. Она психует, конечно. Сейчас я покажу. Ножницами? Ну, у меня вот такие вот в магазине продают ножнички. Ну, можно щипчиками обычными. А, вот такие. Можно женские щипчики для маникюра, вот такие вот. Вот такими можно. Вот, и я ее беру так вот, зажимаю, потому что она, естественно, она будет вырываться, и ей ничего не нравится. Не, у нас не дашь никакую. И она орет и шипит на меня. И вот так вот вытаскивают, видите, острые. А, нажала? И сразу класть, только на кончик, потому что... Чтоб живое не... Да, чтоб не задеть живое. Ну, я держу. Если... Ну, а кто, если она вырывается, можно в полотенце замотать, и кто-то держит один, и вот так раз по ногтю. Висит, ходит в ванну, только в дырочку. Как это на горшок? Она прыгает в ванну, ссет сама в ванной. Вокруг дырки, куда вода уходит, ссет сама. Да. Да. И вот если захочет, в ванной, если закрыта, она лапами дверь. Дверь в дырочку, это раз, и все, и я сбыла с водой. И все нормально. Надо проучить. Она сама, сама научилась. Как это на высокописи... Днем, когда я приехала, она в туалет сходила. Там ты смотрела в эту... Ну, я слышу, закапывала. Она просто нету там ничего. Нету? Да. В противень ходит в туалет. Ну, там это, насыпано. Как это? Ну, наполнитель. Так лучше, чтобы в туалет было открытие постоянное. Не, а у нас ванна, она в ванну входит в дырочку, а у него горсук стоит в коридоре у нее. Я как прохожу, или утром начинаю садиться есть, она тоже у нас в коридоре стоит, эта коробка. Я на сразу в туалет. Она сразу вот как по закату. Пряту, а у тебя. Она уже бесстанно, чтобы ты видел. Я в ней сажусь, она вечно вляет. И вот пошла кормать. Ну? Лиса, ты издевались, да? Вы все такие после. Чего она? Покакала, наверное. Да? Я сам покакала. Ну, заговори, и задал понять. Она пописала, а сюда покакала. Кто-то у меня... Вы его готовы. Ну, любимая. Да, любимая. Ну, можешь. Давай, я уже скоро поеду. Уже еду. Почти. Рыба жалится? Да. А, тут любит. Она любит, но не всегда дается. Вообще. А за ушам, а за ушам. Не, у нас хватает сразу. Нюхает, нюхает. Не, у нас другая. У нас лапы длиннейше. Они сразу раз. Так что ты, когда ты к родителям пойдешь? Я сейчас делаю запеканку и отнесу. Я не буду там сидеть. Я пока не потерю. Ладно, все, спасибо. Не за что. Это чего, где не хватанули? Я не знаю. Папа где-то заразился, маму заразил. Вирусом. Короной. Температура, температура. Высокое, горло сильно болело. Пустыли. Что же они сейчас придумают? Ну, взяли мазу, корону показал. Да, да, да. Ну, нормально. Ну, они уже неделя, уже вторая неделя пошла. А, сегодня воскресенье, ровно неделя, уже легче. А, ну, все пройдет. В больницу не забирали. Предлагали, они отказались. Они отказались. Они, кстати, сейчас и придумают, почему. Деньги, денечки, мне хочется сползать с этих денег. Ну, брали анализ. Ну, я понял, да. Догадались, что они. Сказали ей, Себастова. Лиса, что там, кто там? Что там, кто там? Сейчас что тут полетело? Так, вижу, Решка. Вижу, Гуль. Ты опять охотишься. Ты опять охотишься. Дрожит вся. Не знает, что ей делать. А? Вот хищник. Вот хищник. Чего насыпать надо, Гулькам-то? Насыпать надо, ведьмочка. Все насыпала Решка. Ты моя Лешка, ты моя хорошая Лешка. Не надо, пусть поклюет. Пусть поклюет. Моя ты девочка. Видите, какая красоточка. Красивая, красивая Гулечка, хорошая. Хорошая, пугливая. Молодец. Молодец. Не надо быть такой развязанной, распущенной. А то раз, и хищник тебя цапнул. А тут ты все время на чеку и будешь жива-здорова. Чем моя мудреца. Я такие рада всегда, вы не представляете. Вы не представляете. Так удивительно, как они запоминают и прилетают туда, откуда их выпустили. Я не помню, сколько она у меня жила, но всю зиму, месяца три точно, если не больше. Че? Че моя девчулька? Это смотрит, сидит. Это наша Гуля. Наша Гуля, да. Ее нельзя обижать. Смотреть можно, а бежать нельзя. Пускай кушает. А вот еще один тут постоянно прилетает. Я все на лапки смотрю, даже если окрас не подходит под орла. Я все смотрю на лапки, думаю, вдруг орел поменяла переди. У меня уже такие мысли. И еще на лапке колечко, как у Решки. Не знаю, вам видно или нет. У него на правой лапке колечко зелененькое я одевала. Вот. И смотрю уже на лапы всем голубям. Ну, вряд ли, наверное, на перене меняют голубя. Вообще-то орел был не вот такой серенький, а темненький. Ну, обычный темный голубь. Это сидит, лапами перебирает. А я делаю запеканку. Делаю запеканку для мамули. И вчера она уже позвонила вечером. Время было восьмой час. У меня творог был в морозилке. Я говорю, мам, уже не получится. Давай на завтра. Ну, то есть на сегодня после работы я спеку. И отнесу. Сейчас допечется уже в духовке. Стоит и сгоняет. Не с умами запеканку. Кстати, ворона прилетает уже второй или третий день. Вот так вот прилетает. Я не знаю, на этаже или нет. Нет, обычно вороны близко не подлетают. Садится на ветку. Вот, посидела, улетела. Чего она тут заглядает? Наверное, думает, чего там без меня жрут? Что там без меня клюют? Ну, так бы сидела ты и смотрела. И кулькам хорошо, и тебе. Ну, вот не надо. Не надо. Посиди, понаплютай. Чего? А вы привыкайте, что тут птыц имеется. О, машину откопали. Нифига. Даже две машины откопали. Вон синие. Тут рядом ярко-оранжевая стояла. Два подснежника. Кстати, кстати. Гляньте, что я получила. Я же плела корзинки всякие разные. И на озоне наглядела. Вот такие вот подставки для корзинок, донышки. То есть я плела полностью. Сюда была мягкая донышка и мягкие бока. Но если донышко твердое... Лиса! Лиса, тихо! Все, мне опять тут повышало. Ну, ведьма! Ну, ведьма! Так вот, если донышко твердое, тоже будет интересный вариант. Хотя с мягким донышком тоже хорошо. Но решила заказать вот такие вот донышки разного размера, под разные размеры корзинок. Тоже как-нибудь попробую обвязать. И вот такие вот продолговатые корзинки я еще ни разу не пробовала вязать. Поэтому у меня есть теперь идеи для вдохновения. Все, иду от родителей. Поговорили немного с мамой, с папой. Папа был на кухне. Мама была в дверном проеме своей комнаты. Я была у входной двери. Близко подходить нельзя. Они еще могут быть заразные. Сегодня воскресенье. В среду должны звонить из поликлиники. И в среду уже можно будет им контактировать с людьми. То есть они уже будут не заразны. Десять дней отчитывают и все. Ну, так же, как и я болела. Десять дней. И меня выписали на работу. Чувствуют они себя не очень. Лучше, конечно, чем в первые дни. Но все равно слабость. У мамы кости до сих пор ломит, крутит. У папы насморк начался не было. Горло прошло. Насморк. Ну, тоже общее состояние такое дурацкое, идиотское. Но этот ковид, он так быстро от нас не отстает. Потом еще долго. Последствия и с запахом, и со вкусом, и со всеми прочими делами. Слабость это тоже долго будет держаться. Я по себе помню, что у меня, особенно после первого, после второго еще более-менее быстрее все прошло. После первого вообще жесть. Месяц, наверное, приходило в себя, если не дольше. Так, у меня вечерний обход. Сейчас у питомцев немножко тут приберу. Фуфки спят. Суски спят. Ой, батюшки, это суши. Сушу зажали. Хайка сидела на суши. Редкий случай. Сразу подорвалась. Сразу подорвалась. Ну, и спала бы. Но. Ой, такая чуткая. Лиска со мной пришла. Киска-лиска. Как же без тебя? Уход за питомцами без тебя невозможен. Чего же сразу попрошайничать? Не успела проснуться уже сразу попрошайничать? Ладно, все. Буду на сегодня видео заканчивать. Всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео. До новых видео.